Всем доброе утро, Мариночка, повернись. Видите, Марина не одела другую куртку и штаны, а Ваня вот такой вот, да, Ваня? Ты красивый пацан? Да? Все, идем. Оксаночка тоже. Оксана, с Мариной сегодня одинаковые шапки одели, они как две близняшки, да, Оксана? Нет? Тайсон, все. Ладно, идем в садик. Всем хорошего дня. Всем, дорогие друзья, снова здравствуйте. Ничего эти дни не снимала, честно говоря, потому что помогала подруге вещи перевозить. Ну так, понемножку. Почти ничего не снимала даже. Сейчас что у нас? Какая распаковочка будет? У меня пришло лекарство для Маши и аппарат. И также пришел наш любимый Василек для детей. Ну что, первое откроем. Давай, наверное, сначала вещи, да, Света? Света у меня за кадром стоит. Она сегодня меня снимает. Света, поздоровайся. Только поздоровайся. Не хочет. Сейчас я достану мешки. Василек, как всегда, упаковывает в несколько мешков для того, чтобы, если будет дождик или что-нибудь, чтобы не промокло. И сейчас будем с вами распаковывать и смотреть, что уже здесь. И первое, что нам попалось, это трусы. 52-го размера. Это я мужу заказывала трусы. Сейчас посмотрим. Вот такие вот. Ну, мне кажется, по идее, должны быть хорошие. Качество хорошее. У них идет стопроцентный хлопок. 52-й размер. Вот такая красивая расцветка. Это для нашего папы. Дальше. Сейчас буду сюда откладывать. Так, что же у нас тут еще есть? Футболка мужская, белая. 52-й размер. Сейчас посмотрим, что за футболочка. По идее, должны быть все большие футболки. Это я ему тоже заказывала на лето. Вот такая вот футболочка. Качество классное. Обязательно он померит. И я сфоткаю вам. Это я тоже мужу заказывала на лето футболку. Так, дальше. Смотрим, что. Леггинсы однотонные. Темно-синий. 52-й размер. Это, наверное, меня. Я себе хотела на лето леггинсы какие-то. Ну да. Вот такие вот. Ну, они коротенькие. По идее. Ну, потом посмотрим, померяем. Так-то вообще классные. Слушайте, они-то хорошо тянутся. Посмотрим. Померяем, короче, гряй. Посмотрим, подойдет нам или нет. Не подойдет, значит, кому-нибудь подарю. Дальше смотрим. Костюм. Хлопок на 152 ростовка. По-моему, на свету, да, такая ростовка? Или нет? Да, по-моему, на свету. Точно не помню. Короче говоря, вот такая вот футболочка. Смотрите, красивая буду я в нем? Где мой осел? В смысле осел? Ну, когда мой осел должен быть. А, ну, значит, это не твоя, значит, это чья-то другая. Ну, вот такая вот футболочка, короче говоря. Футболка качественная, вообще суперская. Принт такой классный. И вот такие вот штаны к нему идут. Как у Оксаны. Как у Оксаны, да, у Оксаны наподобие, да, Оксаны есть? Тут 152 ростовочка. Так, раз, мы костюм посмотрели. Нынче заказ почти все на детей идет, поэтому будем смотреть с радостью и с удовольствием. Так, как-то вы мне так бы сестье. 140 ростовка Маши. Это точно Маши. Машенька стоит и ждет. Что ж там, мама? Они, кстати, не знают, что я им заказывала. Я заказывала нынче. Сама выбирала, поэтому они не знают, какие у них костюмы будут. Но надеюсь, что им понравится. Вот такой. Вот, Машенька, тебе нравится? Скажи словом. Да. Да, вот такая вот пандочка. Да, это коала. Это, да, ведь? Куала. И вот такие вот к ним штанишки. У меня девчонкам нравится с брючками, чтобы дома ходить. Не с шортами, а именно с брючками. Да, Маша, больше? Поэтому мы заказываем теперь только с брюками. Ну, на лето, может, будем потом с шортами заказывать. Вот такие вот штанишки в горошек. Такие классные, красивые, хорошие, длинные штанишки. И вот такая вот футболочка. Куала. Красивая. Так. Следующие. Ребята, если честно, тут еще очень много. Давайте я вот так достану. А тут второй еще такой же костюм, только размер 140. Вот который мы... Ну, давайте я сейчас открою его. Так, давайте пакетик, чтобы не путаться, где какой костюм. Мы сейчас приберем. Вот так вот, чтобы нам не путаться, что мы открыли, что посмотрели. Опять такой же костюм, только 140. Вот такой вот. Такие же штаны точно и такая же футболка. 140. Это тоже получается для Маши. Ну, или Кате посмотрим. 146. Костюм тоже. Вот это вот, наверное, Кате. У Кати такой он, это, темный. Кате светлая нельзя. Вот такой вот у Кати костюм. Ну, мне кажется, он меньше по размеру, чем 140. Так. И вот такие вот шортики. Да, у Кати, потому что с шортиками, она попросила, чтобы спать. И на шортиках карманчики есть. Вот такие вот. И вот такой вот целом костюмчик. Классненький у нее. Ай, красавица его у меня, девчонки, будет. У меня и так красавица. А в костюмах вы совсем красавые будете, да? Это прайс-лист. Так, здесь костюм. Хлопок на 164. Вот на дочу я на старшую заказываю. На Свету. Не знаю, понравится ей или нет. Я на свой вкус заказала. Сейчас посмотрим. Что-то такие интересные. Сначала я сама посмотрю. Ну, мне нравится, например. Смотрите, какой рисунок. Тебе, Света, нравится? Скажи словом. Ну, пожалуйста. Она головой помахала, что да. Вот такая вот футболка. И вот такие вот, ребята, необычные штаны. Надписи тут. Также имеются кармашки. По бокам два кармана. Это домашний костюм. Я так поняла. Сейчас посмотрим. Да, это костюм. Это не пижама, это костюм. Вот такой вот Светик у нас тоже будет сегодня мерить. Примерку обязательно устроим. Так. Это что? Спортивные брюки. Мужские. 52 размер. Я пытаюсь все мужу заказать. Но мужу маленькие они. Он когда мерит. Если маленькие, то я Илье, старшему сыну, отдаю. Но вот опять померит. Посмотрим, скажет, что он. Но по идее заказывала ему. Тут с карманами. Они не на резинке. Они такие, как брюки. Потому что он не любит резинки. Он любит, чтобы как брюки были. И вот такие вот штаны. 52 размер. Очень надеюсь, что подойдут. Резинка хорошая. Тут также есть шнурочки. Два карманчика сбоку. Прошиты хорошо. Плотные такие. Знаете, прям хорошенькие брюки. Короче, померить вместе с футболкой. И скажем, как и что. Так, дальше штаны мужские, спортивные. 48 размер. Это я заказала младшему сыну Егору. Среднему, то есть сыну. Младший-то у нас Ванечка. А средний у нас это Егорушка. Спортивные штаны Егора. Смотри, спортивные штаны. Шорты я ему заказала. Вот что. Ему понравились шорты. Вот такие вот. Тут написано спорт 77. По бокам карманы. Шортики такие тоненькие. Ну, на лето самое то будет ходить. Дальше. Остался у нас последний пакетик. Это вот такой. Вот тут, наверное, всякие. Тут посмотрите, сколько всего много, да? Яркое, красиво. Отойдите, пожалуйста. Сейчас мы посмотрим. Там так много всего, ребята. Тут посмотрите, сколько всего. Так. Ну, давайте вот с первого начнем. Маечка на мальчика. Ростовка 104. Это я заказывала для сыночка в садик ходить. Ванюшенька. Да, Ванюшенька. Вот такая вот маечка будет на лето в садик ходить. Под футболочку самое то. Дальше. Шесть лет. Как это думаешь, Марина, кому будет? Мавка. Маша шесть лет. Кому у нас пять лет? Мне шесть. Марина, тебе сколько? Шесть. Вот в Мариночке маечка. Тебе нравится? Да. В Мариночке очень нравится. Она любит, да, футболка. Она любит с такими котятками. Поэтому я как увидела, заказала. Я люблю котятки. Отойдите. Дальше. Еще одну Ванечке заказала футболочку, маечку. То есть вот такая вот красивая, с мотоциклом. Ваня у нас любит вообще все с мотоциклами, с машинами и всякое такое. Дальше. Сейчас скажу. Восемь лет. Чья? Моя. Оксанина. Правильно. Сейчас покажу, Оксана. Опа. Нравится? Угу. Вот такая вот футболочка. Яркая буква В. Я, знаете, смотрела с другой буковкой, но не было. Ну вот поэтому такую заказала. Красивые бабочки. Как ты, Оксана, любишь? Бабочка. Розочки. Цветочки такие красивые. Как ты любишь? И розовый цвет. Оксана у нас обожает все розовое. Это вообще, это розовый ребенок. Дальше. 104. Опять на Ванюшу заказала еще одну маечку. Мне знаете, что понравилось? Что сверху вот эта вот сеточка. И вот это вот место получается, у него не будет никогда потеть. Следы не останутся. И вот такая вот маечка. На 104 ростовочку заказала. Мне кажется, должно быть еще хорошо. Дальше. Леггинсы. Рост. Размер 9. На 134 ростовка. Это на Оксану. Вот такая вот надпись. Вот такие вот леггинсы я на Оксану заказала. На губы. Да, там губы. Видите, рисуночек. Леггинсы хорошие. Такие не сильно плотные. Ну, тоненькие. На лето, мне кажется, будет, ребята, самое то. Напишите обязательно в комментариях. Так, это напоследок оставим. Вот это. Это у нас какой размер? 128. Чье 128? Оксанина. Давайте посмотрим. Оксане я заказала вот такой вот наподобие спортивного костюмчика. Такая футболочка. И вот такие вот шортики. На лето ей тоже на самое то будет во дворе где-то бегать. Смотрите, какой классненький костюмчик. Вообще сеточка спереди, надпись. Но мне нравится, как, слушайте, прошито. Вообще классно. А сзади, смотрите, вот немножко, вот сейчас постараюсь показать. Видите, сзади немножко удлиненная футболочка. Сама идет удлиненная, а спереди покороче. Но мне нравится. Классная футболка и шортики. Так. Шорты без карманчиков идут. Снизу за ужин. Но Оксана обязательно сегодня померяет. И у меня у Вани пижама в садике получается. Одна и больше пижам нету. Держи, а то сейчас кошка штатив уронит. Она на штатив пытается залезть. Получается у Вани пижама только в садике. Мы решили домой. У него дома есть, но тоненькая. Сейчас весной все равно прохладно будет. Хотя у нас дома никогда прохладно не бывает. Я решила, короче, греем новую пижамку заказать. Вот такая вот с машинками. Красивая. Классная пижамка. И вот такие вот штанишки к ней. Сейчас Ванечка наш тоже будет мериться. Вот такой вот, ребята, у нас был Василек. Классные костюмчики. Сейчас ждите примерку от детей. Так. Ну, давайте я, наверное, сразу по пути с Васильком открою вот эту вот коробочку, которая мне пришла. Это пришли лекарства. Киса пришла тут распаковывать посылку, тоже хочет. Пришли, пришли лекарства для Машеньки. И пришел аппарат, который заказан был. Так. Я еще не знаю, как открывается он. Коробка как открывается. Вот так вот. Так. Это что такое? Это аппарат. Так, ребята, смотрите, что здесь у меня пришло. Сам пришел аппарат. Он вот такой вот небольшой. Сейчас я Вам покажу, какой он примерно. Видите, он вот такой вот небольшой аппаратик, чтобы дышать. Можно вот здесь выставляется специальный режим. Сколько и чего и как. И ребенок должен дышать в трубочку. Перед тем, как дышать, каждый раз надо будет стерилизовать. И куда поднимется оно. Шкала. И вот такой вот аппарат. Стоит, насколько знаю, около 2000. Тут также есть еще насадочка. И еще специальные штучки, чтобы вставлять. Красные, зеленые, желтые. Вот сюда вот надо будет вставлять. И будет шкала видна. И трубочка еще для того, чтобы дуть ребенок мог. Специальная ручка вот так вот делается. Это вот аппарат. Как бы он был не рекомендован. Ну, врач как бы его не назначал, а рекомендовал. Чтобы мне ребенку самому смотреть. Я ей объясняла, что говорю, так-то у нас кашля нету. Ничего вообще нету. Ну, вот она посоветовала. Говорит, если можете, купите вот этот аппарат. Вот этот аппарат теперь у нас есть. Хотя бы многие говорили, что я предписание не выполняю. Вот, пожалуйста, аппарат пришел. Также бронхокапсулы пришли. Это Боботики на Маше пропить. Три курса, тут тридцать капсул на три курса. А вот это вот антистатическая клапанная камера. Вот такая вот камера еще есть. Тоже для дыхания, для ингалятора. Но у нас ингалятор нам не назначен. Но на всякий случай вот такая вот статическая камера. Нам ингалятор-то, по идее, мы не таким пользуемся. Мы пользуемся электрическим. Но вот такая еще пришла. Маша будет лежать на всякий случай. Вот, ребята, Маша на лекарство пришли. Начнем с ней пить курс. Ну, а сейчас примерка от любимого Василька. Так, муж померил футболку. Футболка тебе хорошо. Штаны он складывал немножко в обтяжку. А так, в целом, резинка нормальная. Но если маленький, опять повернись спиной, пожалуйста. Вот так вот штаны и футболка. В целом, нормально. Так, Оксана, поздоровайся. Померили мой костюмчик по длине. Нормально, по сути. Но оно так и есть, ребята. Вот такие вот на фотографии. Повернись, пожалуйста, спинкой. Вот так вот. Повернись передом. Так, резиночка вот так вот. А можно даже повыше сделать. Вот так вот на талии. И получаются вот такие вот, как Бриджет. Тебе нравится? Да. Иди следующий, мерей. Так, дорогие друзья. Светика делала футболку. Футболка не в обтяжку. Она тебе не в обтяжку ведь? Руку опусти, а тебе лицо не показываю. Я тебе обещаю. Вот так вот спинкой повернись. Футболочку покажу. По длине, по идее, она нормальная. Так, штанишки коротковаты или ты так сделала? Нет. Ты так сделала? Да. Они на резиночке внизу. Видите, резиночка. А так, в принципе, карманы у тебя есть тут, нет? Да, есть кармашки. Тебе нравится самой? Да. Все. Иди следующий, мерей. Так, ребята, Оксана футболку тоже оставила. А лосины одела другие. Вот подними немножко футболочку. Сильно не поднимай. Вот так вот, ага. Вот такие вот лосинки. Поворачивайся. К лету они чуть-чуть видно, что большеваты, но к лету самое то будет. Зато бегать на улице. Поворачивайся. Тебе нравятся лосины? Ты такие хотела? Ну, все. Марина, скажи здрасте. Здрасте. Да. Так, футболочка. Как хотела Мариночка, да? Ты кисю хотела? Да. Она на нашу, кстати, кисю походит немножко. Вот такая вот футболочка. Поверни спинкой, доча. И вот такая вот красивая-прекрасивая футболка. Поворачивайся. Ты довольная? Да. Молодец. Ну. Так, Маша, скажи, пожалуйста, тебе костюм понравился? Да. Давай тогда смотреть. Ну, маечку не сняла, просит всем прощения в целом. Вот такая вот футболка, свободная, да? Так, штаны немножко длинновато, но это нормально. Это как на вырос будет. Поворачивайся, Машенька, спинкой. Так. Вот так вот. Поворачивайся. Ты довольна? Да. Тебе есть что еще мерить? Да. Все. Иди мерей. Так, Оксана, оказывается, забыла померить футболку, да, Оксана? Мы потому что ее заказывали в расцветку к этому костюму, да? Подходит он тебе под эти лосины? Мариночка, подожди, пока не мешайся. Так, футболка тебе нравится. Немножко большевато видно в плечиках, но это ничего. К лету, ребята, самое то будет. Поворачивайся, моя хорошая, давай. Вот. Сзади тоже поворачивайся. Ты довольна? Да. Комплект получился прям, смотрите. Все. На лето вы почти у меня готовы, да? В лагерь поедешь в этом? Да. Все. Так, дорогие друзья, решили мы поменять у Маши костюм, потому что вот этот вот, который она с пандочкой мерила, он ей большой, да, Маша? И она померила Катин вот такой вот костюм. Это шортики с кармашками. Ты козунаф. Детка, ты просто космос. Не космонавт, я думала, космонавт. Поворачивайся. Футболочка. С шортиками. Еще раз поворачивайся. Этот-то тебе нравится? Да. Вам уж тяжело, детка, угодить. Но в целом довольна. Еще Свету ждем. Сейчас Света еще примерку сделает, да? Так, дорогие друзья, Света одела второй костюм. Это кто? Напишите, кто это. Мать Родина, во, все. И вот такие вот штаны у нее. Карманы есть? Покажи. Есть карманы. Да, кто это? Лизинка слабенькая, да, немножко. Ну да, тебя там еще одна влезет. Поворачивайся. Вот такая вот футболочка. Штаны свободные. Хорошо, да? Тебе нравится костюм? Да, понравился. Ну все. Носи на здоровье. Так, Машенька, скажи, что тебе насчет этого костюма? Нравится тебе он или нет? Сразу. А то ты опять поменяешься с кем-нибудь. Так, в целом. Котик. Такой крутой. Котяра. В очках. На нашего вообще не походит. На Оксанином костюме, на нашего походит. Дальше штаны Космос. С резиночкой внизу. Штанишки. Поведними. Карманчики есть, нет? Да. Карманчики есть на обоих ножках, да, есть карман? Поворачивайся, доча. Сзади такая вот чудо. Поворачивайся. Ты теперь точно ни с кем не поменяешься. Точно себе оставишь? Тебе самое нравится? Ну, все. Дети довольны. Дорогие друзья, сразу знаю, что будете задавать вопрос, сколько стоит этот ингалятор. Ну, не ингалятор, а аппарат. Вот цена у него. 1995 рублей. Вот эта вот штука стоит. Просто вот такая вот маленькая штучка. В целом, для чего он нужен? Чтобы проверять у ребенка дыхание. Вот смотрите, я сейчас здесь установила уже красный, желтый, зеленый штучку. Красный это опасная зона. Если ниже красный, это значит, что у ребенка приступ скоро может быть. Желтый это среднее, зеленое это... Выше зеленое это вообще классно, супер. Желтый это норма. И выше то, что это уже очень хорошо. Сейчас мы вот эту штучку каждый раз на вниз делать. Я дело уже специально простерилизовала, все сделала. Вот эту трубочку. И, Маша, смотри. Сейчас ты берешь, делаешь и со всей силы выдыхаешь. Ты не дунула даже, Маш. Она даже не дунула. Давай со всей силы. Ну, что-то ты... Что, 300 показывает? Ну, почти подходящее. Сейчас покажу вам. Так, вот. Вот такая вот аппаратура. Это для того, чтобы предотвратить, если, не дай бог, что-то у ребенка будет с дыханием. Да, Маша? У нас нормально? Ты вообще скажи, кашляешь? Иногда. Когда раздетая, да, походишь? Так. Ну, а вот такой вот целом аппарат пришел. Будем проверять. Будем пользоваться. И вот сейчас начнем курс БАДы. Там получается на пить. 10 дней пьешь, 20 отдыхаешь. Потом опять 10 дней пьешь, 20 отдыхаешь. И 10 дней пьешь, и опять 20 отдыхаешь. Это просто пропитно. Это за свой счет уже бралось все. В больнице это ничего не выписывает, как вы понимаете, такие аппараты. Вот все. Будем лечиться? И да, хотим ответить на вопрос, почему же мы продали попугая. Очень многих это интересует. Просто у нас некоторые такие защитники появились, которые написали в здравоохранение, якобы, потому что это явно не со здравоохранением. Я насчет этого еще разбираюсь сейчас. И нам пришлось продать. Потому что идет давление со всех властей, со всех концов идет давление на нас. Поэтому нам пришлось продать. Маша плачет. Маша даже все еще плачет из-за этого попугаева. Уже все успокоилось. Но мы с Машей как договорились, да, Маша? Мы вылечим, выемся полностью. Да? Как нам врач скажет, можно. Мы едем, покупаем сразу пару попугаев. Вот весь разговор, да? Или корылу, как ты хотела. Уже не хочешь корылу? Уже не разлучника опять хочешь? Ксюшку обратно хочешь? Пять сюда. Ну, Ксюшку уже все. В целом, ребята, лекарства пришли, не переживайте. У нас все хорошо. Если вам понравился сегодняшний влог, и да, ребят, на Васильке сейчас очень большой выбор. Кстати, всякой-всякой новой одежды. Мы смотрели там костюмчики, да, красивые. Мы обязательно сейчас пойдем еще выберем что-нибудь, посмотрим, что детям понравится, и обязательно закажем. Если вам интересно, ссылочка будет на все соцсети любимого нашего Василька в описании. Поэтому проходите и смотрите. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok